Это то, что вы ждали. Это, друзья, психушка. Всем привет, друзья, включать не буду. Но самый канал «Парадигма» – это то, что вы ждали. Вы догадываетесь уже, что сейчас будет. Это, друзья, психушка. Уже с сумерки уже темнеет. Мы сейчас попытаемся снять от того, как потемнело, потому что обходит будет уже когда потемнеет. Поэтому сейчас быстренько с нами. Ребят, вы ждали. Киса тоже ждет. Друзья, мы сейчас перейдем в забор. Тихо пролазим. Снимаем пациентов. Если вы хотите, чтобы вышла следующая серия «Психушки», с вас 20 тысяч лайков и с каждого коммента, кому нравится эта рубрика. Ну, погнали, друзья. Спасибо. Если вы еще не подписались, кнопка красная. Сделайте ее сейчас серой. Все говорят, в ТикТоке у меня залетает-залетает. Ты не успеваешь оплачивать. Друзья, я правда не успеваю оплачивать. Вот вам скрины. Я уже очень многим людям переслал за ваши видео в ТикТоке. Друзья, все говорят, видео не залетают в последнее время. Друзья, поверьте, с «Психушкой» залетит. Посмотрите, сколько видео с «Психушки» залетело. Если вы просто выложите самые интересные моменты с этой «Психушки», друзья, то у вас залетит все в ТикТоке. Просто делайте самые интересные моменты, нарезайте их в ТикТок. За миллион просмотров мы будем платить 2000 рублей. Это еще не все, друзья. Кто поделится этим видео трем друзьям, скинет мне либо в ВК, либо в Инстаграм, я буду делать подарок. Я не скажу сейчас, какой подарок. Просто, ребят, делайте, отправляйте трем друзьям, присылайте мне скрин, чтобы вы прислали это видео трем друзьям и получаете подарки. Мы погнали в «Психушку». Паван, тихо обходим. Паван, короче. Смотри. Тихо-тихо-тихо на машину. Пригнись-пригнись-пригнись-пригнись нафиг. Блин, прям, блин. Вот, хватит, вот сюда сейчас пробираемся, понял? Пойдем вот в стол. В какой? Погнали. Так, там никого. Тихо, слышь, крики? Слышь, крики? Там никого нет. Тихо-тихо. Сюда быстро, краю, 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 краю. Так, все быстренько снимаем и сваливаем отсюда, потому что будет обход. Очень громко. Очень громко. Тихо, окно открыто. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо, есть, 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 есть. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. У нее зайка. Слышь, у нее зайка там. Опа-опа, тихо-тихо. Привет. Ты можешь подойти сюда? Поговорить с нами? Мы пришли вот пообщаться. Ты нас понимаешь? Ты не бойся нас. А чего ты? Ты есть тема еще пацана. Ты можешь к нам подойти, пожалуйста, поближе? Боится. Почему я? Вы знаете зайку? Вы знаете зайку? Мы знаем зайку. А это... А это кто? Почему я? Ты не бойся, камер. Мы просто снимаем для себя. Мы лазим, снимаем. Ты можешь рассказать о себе? Как тебя зовут? Ты можешь на... Она пришла. Она пришла. Почему я? А что там спальня? Фигуешь. А что она вообще игнорит? Чтобы нас оттуда смеются? Начала говорить и ушла. Тихо-тихо-тихо. Зайка. Ну у тебя же вот в руках зайка. Вот мы подумали, что ты вот на зайку. А почему ты так отвлекаешься? Ты зайка. Тебе такой милый? Это мой дед. Покажи зайку, пожалуйста. Ты можешь показать нам своего друга? Он у тебя очень милый. Покажи, пожалуйста, ему. Мы не заберем его. Просто покажи, пожалуйста. Мы можем даже отойти. Мы отойдем. Отойдем. Какой красивый зайка. Да. Он постоянно с тобой, да? Почему ты молчишь? Танцуй. Чего? Танцуйте. Зачем? Танцуйте. Зачем? Мы не будем танцевать. Танцуйте! Тихо, не кричи, не кричи. Танцуйте, я сказала! Мы не будем танцевать. Слушай, я не хочу танцевать. Мне кажется, не надо покурать. Танцуйте! Давай. Мы даже потанцевали. Расскажи, как ты сюда попала? У тебя нет других друзей? У меня есть друг. Кто? Зайка. Но это же не настоящий друг. Как это не настоящий? Как это не настоящий? Он мой настоящий друг! Хорошо, 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 хорошо. Все, тихо, тихо, тихо. Как это не настоящий? Тихо, 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 пожалуйста, не кричи. Нас палит. Тихо, тихо, тихо. Хорошо, настоящий друг. Скажи, пожалуйста, ты знаешь, что это за место? Я знаю, что мне здесь нравится. слушая тебе дают какие-то таблетки а что за пилюли они помогают не видеть настоящее а зайку зайчик настоящий туда а вот сейчас ты его видишь зайчик мой настоящий а ты его сейчас видишь да но ты же понимаешь что это игрушка настоящий друг это не настоящий это не настоящий хорошо это настоящий друг скажи пожалуйста как ты сюда попала где твои родители как тебя зовут сколько тебе лет давай давай по порядку пожалуйста давай нет не торопимся как тебя зовут ты можешь сказать свое имя нет а почему как мы поняли эта девушка потеряла маму и у нее образовалась сезофрения с резкими перепадами эмоций в некоторых моментах она резко начинала кричать эмоционально набрасываться на нас как тебя зовут я тебе не мешаю светом эльвира а сколько тебе лет восемнадцать а где твои родители скажи пожалуйста почему ты тут одна мама много пила куда ее забрали тебя забрали от мамы а почему ее забрали нельзя пить тебя забрали от мамы ты была в детском доме приют для детей а как ты тут оказал скажи пожалуйста я стала им говорить что я вижу людей которых больше никто не видел а кого ты видела родственников своих или кого ты получается видела людей которые никто не видит и они говорили что их не существует а я знала что они здесь они есть а ты сейчас их видишь они существуют вот здесь вот они приходят к тебе да и тебя и тебя после приюта как ты говоришь для детей забрали сюда и как исполнить 18 забрали потому что все уже тебе тут не нравится я люблю это место если ты покажешь нам зайку мы дадим тебе покушать хорошо только близко может так на ладони что посмотрели нам очень интересно вид твоего друга покажи 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 поближе я не заберу красивый зайка красивый все можешь прятать они тронут нет это чисто нормально походу они сейчас на обеде давай дадим покушать только переехал в элитный район слышь ссылка на спонсор в описании а почему ты не хочешь сейчас покушать нам нужно этикетку взять а то тебя могут врачи наругать ты главное не показывай никому сказать этикетку а ты можешь покушать и нам этикетку отдать или выбросить сюда как съешь а мы заберем ты выбросишь сюда этикетку потом потому что врачи будут ругаться если они увидят это берет шоколадку полночки так ладно возьму спокойно аккуратно аккуратно дай пожалуйста мне этикетку мы тебе ничего плохого не сделаем все покушать шоколадку потом можно пообщаться твоим другом можно мы с ним поговорим можешь его позвать сюда а может подойти сюда просто как тебе завод да да ой какая у тебя тоже классная игрушка это мишка а мы снимаем документальное кино а у вас есть телефон телефон а зачем тебе телефон на минутку я верну честно а вам не дают мне там не дают мне на минутку мне только позвонить куда тебе позвонить поиграть ненадолго не на минутку а что ты будешь делать с ним я поиграю в игру и вот там честно я поиграли здесь не дают и не дают играть не знаю как на хорошие я верну я тихо аккуратно конечно я дам честно и у меня камеры большая аккуратно дай мне телефон так давай можешь немного туда уйти я тебе вот да давай я тебе дам телефон а ты возьмешь телефон не мою руку хорошо возьмешь вот все хорошо где игры давай давай я тебе разблокирую его давай вот видишь разблокировал давай я тебе включу его давай честно включишь да давай обещаешь да я просто хочу поиграть и все смотри ты знаешь clash of quants да знаешь давай я тебе сейчас включу его просто просто хотел поиграть кто простит вот видишь вот только не хватай меня ты переверни там по-другому играется теперь да вот а ты не играл давние ты не знаешь слушай а почему почему ты так много играешь тебе вам хочется играть люблю играть нужно нужно играть минут десять может хорош а девочку в ту что ли ушла на пуху я а куда девочка тут два веком вот 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 там декона ты можешь пожалуйста вот эти сюда дать телефон пожалуйста нам поговорить надо а дай телефон пожалуйста сейчас вы дадите мне еще поиграть давай сначала пообщаемся нет я могу пообщаться а не твой телефон а ты хочешь еще поиграть давай давай так давай договоримся так я дам тебе шоколадку шоколадку дам тебе а ты вернешь телефон хорошо еще поиграть давай мы сначала те шоколадку а ты нам телефон согласен да согласен так сначала телефона давай давай телефон этот парень с психическим заболеванием игромания попал сюда именно из-за игр то что он все время сидел и играл в итоге из-за действия родителей которые спровоцировали агрессию в нем он набросился на них и они решили направить его на лечение как-то слышишь это походу за ними пришли сейчас короче он у нас не спалил нет спалил уже все слышишь он сейчас может охрану давай выждем немного давай подождем нет еще немного слышишь давай сейчас уже темнеет темнеет понимаешь мы с фонарем спалимся ну это это стопроцентно это санитарь слышишь собаки слышите еще за нами придут они близко собаки уже 20 минут мы не слышим никакого шума в общем как я понял нас не спалили как насчет тут не было собак но если нас спалили тогда бы точно охрана пошла проверять хочу сейчас стояли не а сейчас видите что мы творим у нас сердце сейчас тут тут просто ребят если вам нравится такое просто она любом случае мы не успеем всегда снять эту цену ночью тихо 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 тут очень много патрули ездить ребят очень много патрули ездить давай обойдем вот так вот у меня еще сверху сейчас я выключу там вот ребят еще корпус приближу сейчас может быть их забирали куда-то я не знаю обслуживание очень кайфово он один ходит один ходит вижу да да он смотрит 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 на нас пациент если он уже пойдем к нему если смотрит значит уже пушник тихо под кустами там было один ребят просто ждем от вас поддержка не пристали снимать это потому что это стало очень опасно ничего не говорить ничего не говорить тихо 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 это таблетки на уколы таблетки процедурный кабинет район где находится по задумке они больше не как я говорил вот тут не знаю могут и прийти а ты там уже был каждый день девочку точно слушай а можешь одному дайте гребтку от шоколадки чтобы вот этой можно куда-нибудь положить шоколадку нам отдать а тебе можно шоколад ты любишь да и любит шоколад он весь состав наверное а нет нормальный вкусно а тебе дают в больнице такой нет шоколад не ешь целую не ешь шоколадку спасибо все убирай слышно есть так много шоколада это же тебе на неделю там не вкусный я люблю с орешками с орешками любишь хорошо мы тебе с орешками хочешь мы в следующий раз тебе с орешками принесем только расскажи пожалуйста свою историю мы тебе принесем с орешками хочу а поиграть дадите еще давай так вот ты расскажешь свою историю а мы тебе дадим вот в следующий раз придем шоколадку и в телефон дадим хорошо только скажи свою историю как ты сюда попал сюда я играл немного играла всегда играл а во что я во все играл а ты на телефоне играл да я на телефоне и на компьютере играл на приставке играл всегда и днями и ночами и не спал иногда иногда и всегда играл а как ты сюда тогда попал если играл я играл играл и играл и играл и я очень много играл и родителям это не нравилось и я как-то раз играл неделю почти подряд и родители они они выключили провод и я психанул и и ударил маму и потом начал громить дом и разбил базы все стекла и потом меня сюда суши а вот как ты считаешь ты себя ощущаешь нормальным все хорошо не плачь пошел я все наладится тебе приходят тебе приходят родственники нет нет а сколько ты уже здесь находишься года и где вообще не приходили можем попробовать помочь слушай тихо тихо пожалуйста придется сейчас уйти суши а можешь сказать пожалуйста где вот я хочу прийти к этим родителям кто ни разу не приход к тебе 250 мы придем мы сходим к твоим родителям да мы сходим к твоим родителям мы сходим к родителям посмотрим что это за родителей а сейчас перейдем и пойдем по следующей подождем немножко ночи суши там будка стемнело мы посмотрели то что охрана уже ушло вот и весь обход сделал поэтому мы сейчас идем так тут станет вон на втором где мы снимали ночник включен там не свет и ночник пойдем вот так пойдем вот так друзья то что мы сейчас сходим не надо это повторять нет очень 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 тоже как это процедурные книги смотри здесь ауду стоит а там открыто свет вниз нет 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 пациент спокойно здравствуйте мы вот пришли поговорить здесь с людьми можете вообще рассказать о себе как вас зовут ребята полный разговор с этим пациентом и и те кадры на которых этот пациент напал на вову вы можете увидеть на его канале дирейт ссылка в описании все на первом этаже больше никого не осталось мы решили сейчас на второй этаж туда залезать спасибо что мы куда слышь там кто-то есть слышно это походу тут опасно на тропе смысл замечание привет нас не слышит под таблетки не слышит привет привет как тебя зовут привет подойди пожалуйста к нам привет слышь блин отойди тут решеток нет тут второй этаж ты знаешь что это за место ринг я готовлюсь куда ты готовишься к арене к александру я вызываю стоп а вы представители александра да когда он придет он скоро он через неделю сказал через две он готовится он готовится да 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 он готовится еще сильнее вот он и сказал нам с тобой поговорить что ему надо ему надо узнать информацию мы для как раз для матча готовим информацию о тебе да хорошо слушаюсь скажи пожалуйста вот в этом заведении ну на ринге мы смотрели уезде есть решетки почему тут нет решеток так логично зачем решетки на ринге то есть я никуда не собираюсь уходить я готовлюсь к вызову у меня вот скажи пожалуйста а у тебя есть тут еще люди которые тебе дают может какие-то там таблетки что ты лучше себя чувствовал мне сказали что это эти мои ассистенты они помогают мне помогать а это они как не говорят это поможет мне еще стать сильнее а они тебе дают таблетки какие-то да слушай а вот как ты считаешь они тебе прям помогают эти таблетки или они прям пичкают тебя этим кажется да помогают помогают а ты чувствуешь себя прям лучше да или вот какие у тебя ощущения вот после принятия этих таблеток ну мне кажется я стал как-то контролировать себя ну полегче осознавать какие-то действия но подожди кто ты я подожди а ты забыл что ли кто ты такой кто ты такой зачем вы снимаете все это мы тебе же только что говорили мне ассистента позвать своего нет ну не надо смотри мы представители боя александр от александра александр да 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 ты забыл что ли нет что я забыл бой с александром я уже готовлюсь к 3 месяц так надо все дальше тренироваться фишешу очень страшно настоять ночью около птихушки на втором этаже одежда слушай эээ можно поговорить почему ты бьешь стену и кто почему свет опять здесь а ты помнишь свет ассистент ассистент помнишь мы от александра для боя все александр да он готов ты не помнишь мы же 3 минуты назад с тобой об этом же говорили у тебя знакомое лицо а меня помнишь да да неохотно слушай ничего не забываю я вас видел наверное ты хочешь попить ты как-то устал да дать давай сейчас надо попить пожалуйста только аккуратно хорошо возьми попить я посрелся слышу он все облил ты понимаешь что сейчас спалишься что сейчас зайдет пациент и тебя а ты зачем так сделал это очень сложно это очень сложно это очень сложно плачешь что ли что вам надо почему ты плачешь с тобой все хорошо в диалоге с этим парнем мы обнаружили что он был бывшим профессиональным боксером причина по которой он сюда попал это из-за удара он потерял память и у него образовалась умственная отсталость я же не знаю что он вообще рассказывает про себя в смысле ты помнишь мы вот от александра и и и и и и и и эти и и а свин и iiii Я не понимаю это. А зачем ты нам это всё говорил? Нету доверия уже. Кому пиески поговорить? У меня отец, моя матушка. Они тебя сюда... Они тебя сюда запихнули? Твои родители? Во второй раз. Во второй раз? Подожди. А они к тебе приходят сейчас? Никто не приходят. Они просто засунули и ушли от тебя. Всё. И друзей никого нет. Все бросили. Девушка крест поставила. Сюда никто больше не приходит. Меня нет. Я не существую в этом мире. Ты существуешь. Мы сейчас с тобой разговариваем и ты хороший человек. Из-за этой памяти... Я понимаю, что у меня она писяща. Я знаю, что я забываю многое. Из-за этой памяти... Ты здесь оказался за памятью? Я не помню. Наверное. Подожди. Я раньше, когда закончился с этим спортом, я стал заниматься музыкой. Понимаешь, я стал писать песни. Ещё когда я сидел в первый раз в психушке. Я писал, я этим восхищался. И потом я вышел. Ну, получается что-то. Люди меня видят и они слушают, даже меня радуются. А потом эта проблема стала вновь возвращаться. Я стал понимать, что я... Понимаешь... Знаешь Курт Кобейна? Да. Нирвана, да. Связывает что-то. Я не знаю. Или второй Курт Кобейн. Второй даже, представляешь? Ты второй Курт Кобейн? Который его превзойдёт. Я тебе верю. И вот, я стал музыкой заниматься. И всё пошло. И потом эта память... И во второй раз я стал, не знаю, как будто агрессивно нападать на людей, которые со мной были рядом. Мои близкие, отец, мать. Какой-то всплеск происходил. Дай адрес, мы пойдём пообщаемся с родителями. Я не хочу с ними видеться. Они ничего хорошего не сделали. Они не пришли даже ко мне навстречу сюда. Никто из них не пришёл. Ни брата, ни сестра, ни отец, ни мать. Всё! На мне крест стоит из-за того, что я просто стал... Жизоидом или кем? Я не знаю, кто я такой уже. Я даже имя свои забываю уже иногда. Я всё забываю. И вот, понимаешь, строчку написал? А дальше... Так, успокойся, успокойся. Съешь шоколадку? Съешь? Держи шоколадку. Слышишь? Может быть, ему принести что-нибудь типа инструмент? Давай, давай, мы принесём инструмент. Слушай, а ты... Ты хочешь какой-то инструмент? Мы тебе гитару или что не принесём. Хочешь? Хочешь? Я на скрипке играл. Хочешь? Попробуем скрипку. Ну, любой инструмент. Какой мы сможем? Такой протащим. Хорошо? Ты хочешь, чтобы ты занимался музыкой? Мы принесём. Да. Мы можем это сделать. Слушай, давай принесём. Да, давай. Телефон. Так, если вы хотите, чтобы мы принесли ему инструмент, то... Пойми, я могу тебе всё рассказать. Всё, что помню. Так, ребята. Пока что помню. Спалились. Спалились? Ну что, слезаем, проедем в полицию? Ребят, я открылась. А, слышь, всё уже. По операциям... Я с той стороны тогда пойду. Сейчас мы спускаемся. Сейчас спускаемся. Слышь? Там тоже охрана. Тоже охрана. Тоже охрана. А ну всё. Ну всё, пиздец. Всё, пиздец. Смотри, не знаю. Пиздец. Ну ничего такого плохого не делал. Всё, за руку. Слушайте, тут пиздец. А что у меня сзади держит? Почему? Ну вот, блин. Куда вы нас здесь? Много вопросов, слышите. Сейчас в участии. Держать зачем-то? Скажите, в смысле вы говорите, что вы нас часто видели? Совсем много вопросов. Я понимаю. Можете меня так не держать? Слышь, меня вообще знаешь, как где-то, блин. Я не понимаю. Ахановые, а не полицию. Почему так держать? Здесь вот ходили. Может здесь ничего такого не было. Мы же ничего не ломали. Сзади щеку, блин, два. Слава, куда у нас здесь? Это что за каморка? Я не понимаю. В смысле у нас закройте? Ну офигеть. Выйти просто не можем. Закрыл здесь. Он закрыл. Зачем? А что это за? Я не понял. Закрыл здесь. Зачем? А что это за? Я не понял. И дальше. Если вы видите видео на канале, может все обошлось. Слышите? Как я понимаю, у нас просто здесь запер. Я вот здесь не могу просто ничего сделать. У нас тупо три охранника. Вот его двое у меня один был. В туалет есть. Классно. И что надо делать? У нас с ним. Они полицию вызвали. Я не понимаю от того, какого права типа они имеют право нас сюда просто запалкивать. Я не имею. А какое право мы имеем заходить? Мы. Ребят, на этом мы прощаемся, потому что сейчас нам на камеру еще нужно быть скорее всего в полиции. Надо здесь сразу. Да. В общем... Мешки надо спрятать. Массажер. Кстати, вот странно, почему он потрягнулся от камеры с Дэфи. Сейчас мы... За пивом просплатил, за ремьяк. Тебя держали? Мне схватили быть сюда. Меня сам их просто упал. И вот за спину меня бой держит. Все. Мы сейчас вытащим из Дэфи, поэтому дальше снимать не можем. С разлом. Если это выйдет, значит все как-то произошло хорошо. Поехали! Поехали!